Всем привет! Сегодня будет влог. Мы с Андреем идем гулять. Пойдем погуляем, наверное, по центру и хотим зайти в Мяту. Я думаю, что вы знаете это заведение Мяты, потому что оно есть во многих городах и странах даже. Вот сейчас жду, пока Андрей оденется и выходим. Пока я жду Андрея, покажу вам тут свой огород балконный. Правда, тут уже вот некоторые отсвели. Это была кинза, и она уже все. Укропа было достаточно много, я уже его весь ободрала. Петрушка, вот эта мята. Кстати, это покупная, но она уже вот сколько там... Короче, я ее обрываю, она растет, растет, растет. Это азалия, я вам ее показывала. А вот это вообще не знаю что. Если вы знаете, напишите в комментариях. Ну, это, наверное, какой-то сорняк или не сорняк, я уже не помню, что именно я сюда сажала, но что-то выросло. И вот главный гость моего огорода это... Как называется, Андрей? Лебеда. Лебеда. Вообще, я прочитала в интернете, что это сорняк, но я его не врываю пока. Он тут растет, лучше всех себя чувствует. Ну что, выходим? Да. Я уже стою обутая, одетая. Мне тоже. Андрей тоже? О боже, зачем ты зашел в обуви? Ну... И перед самым выходом Андрей вспомнил, что он не сделал себе прическу. Ну хоть чуть-чуть. Стою, жду. Снимаем наш лифталу. Мусор. Выносим мусор. Наконец-то прическа сделана, одета, обута. И можно идти спустя 350 лет. Да, ну. Для тебя час дал время. Какой час? Кстати, у нас уже не так уж и тепло, хотя... Какое веселье число? 10 июля. 10 июля. Если я правильно помню. О, скоро умерли на день. 10 июля, а мы уже в Курсках входим. Да, была прям жесть какая жара, наверное, на протяжении недели или двух. И сейчас уже даже как-то прохладно. Посмотрите, какая радуга. Мы стояли на остановке, ждали автобуса, а Андрей заметил. Странно, вроде дождя не было и не намечается. А радуга есть. Смотрите вообще прикольно. Красиво. Вышли мы из автобуса и пошел дождь. Ну, пока что он мелкий, но все равно капает. Офигеть, я только сказала, что дождя не намечается. Оказывается, то он намечался. Это, кстати, знаменитая Варшавская пальма. Вон там. Ну, я уже показала, да. Кстати, в летнее время года в Варшаве вообще делают такие классные площадочки, где можно посидеть, выпить какой-то коктейльчик. И они в центре вообще на каждом шагу. А еще, кстати, в этом месте когда-то проходили съемки какого-то фильма или сериала, в котором мы с Андреем принимали участие. Ну, правда, в качестве массовки. Но не важно. На улице прям уже не то, что прохладно. Прям холодно, несмотря на то, что я в рубашке с длинными рукавами и в куртке. Жесть. Но, ну, скорее всего, сейчас еще пойдет дождь посильнее. И вечером вообще будет очень холодно. Заходим. Так, ну, с мятой мы обломались. Мы не резервировали места. И оказалось, что свободных мест нету только на улице. Но на улицах сидеть очень холодно. И поэтому мы решили либо пойти в другое место. Андрей еще предлагает позже вернуться в мяту. Ну, что мы будем делать? Наверное, пойдем в какое-то другое место. И уже там посидим. В какое-то другое? Ну, поищем какое. Мы наконец-то нашли место, где мы посидим. Где мы проведем этот вечер. Называется Орза. Такое название. Ну, вот, в других местах, конечно, сейчас очереди. Вообще просто жесть. Сколько людей. Сейчас вам немного покажу, как тут все выглядит. Ну, достаточно прикольное место. Мы тут ни разу не были. Но я слышала хорошие отзывы об этом месте. Сейчас будем выбирать. Короче, у нас какой-то вечерок обломный. Потому что мы посидели, посмотрели меню. И там вообще ничего нет. В этом Орза. Ну, там что-то есть. В основном какие-то пиццы. Стейки, пицца. Но такого ничего не хочется. Потому что Андрей хотел пасту. А там все пасты только без мяса. Короче. Просто же мы посидели, посидели. И решили все-таки не оставаться там. Потому что как-то не сильно хотелось там оставаться. Теперь не знаю, что мы будем делать. Искать либо какое-то другое место. Либо мы сейчас во всем разочаруемся и поедем домой. Да? Ну, можно в мяту попробовать. Вернуться. Можно еще одну сделать. Попытку с мятой. Сейчас будем думать. Так. Я включаюсь. И я в шоке, если честно. Ладно. Мы лоханулись, смяты. Да. Это наша ошибка. Моя ошибка. Мы типа чего-то не подумали, что надо забронировать. Думал, мы придем. Там будет место. 100%. Так ты не мог забронировать. Там резервация здесь нет. Ну, там все равно есть резервация. Потому что я в некоторых столбах зарезервировал. Ну, короче. Вот. И типа окей. Ну, типа есть другие места. И типа зашли в Орза. Ну, я много раз проезжал мимо. Видел Орза. Я думал, ну там норм. Ну, там вообще не норм. Там типа вообще ничего нет. Почему я так думал, я не знаю. Потом Манекен. Или Манескин. Манекен. Манекен. Там очередь. Большая, но я не знаю. Там всегда большая очередь, но она прям гигантская. Я бы точно не стояла. Ну, типа меню мы посмотрели, но там нет. Я хочу просто пасту. Ну, более итальянскую кухню, да. Вот. И, короче, я возмущен. А еще коктейль хочется какой-то взять. И типа у Орза вообще нет коктейлей. И типа я сейчас посмотрел меню Эскобара, куда мы сейчас направляемся. Надежда, что там что-то будет. И там хотя бы есть меню. Типа там не одна страничка. Оно прям, да. Там типа есть меню. Позицию много. Вот. Поэтому мне бомбить, конечно. С этого что? Так странно. Ну, типа я не знаю, как устроен вообще этот бизнес. Ресторан. Но бомбит знатно. Подходим к Эскобару. Надеюсь, он нас не разочаруется. Мы сейчас так до ночи погуляем и домой поедем. И додушку закажем. И с Эскобаром мы в пролёте. Боже. Это ужас какой-то. Мы уже ходим. Замёрзшие. Голодные. Ищем, где же есть места. А там, где не есть, нам что-то не нравится. Так, ну что ж. Максимально странный вечерок. Мы же не попали в мяту. Но мы сейчас позвонили и зарезервировались. Через полчаса сказали, будет свободный столик. И в общем, мы возвращаемся в мяту. Правда, мы пока дождёмся эти полчаса, и уже в уморок от голодухи упадут. И пока туда дойдёшь, и будет полчаса. Ну понятно, но блин, уже устала ходить, и уже голова болит от голода. Добрались, мы уже наконец-то до мяты. Я могу, хочу видосик показать. Андрей ждёт показать. Да, я уже заказала пинаколаду. Ой, как называется? Голубая лагуна. Голубая лагуна. И ждём ещё нашу видосик. Я могу, видосик, тебе бы туда тоже показать. Нет, не надо. Они так хотят. Короче, контекст. Была Формула-1 в Великобритании. И, короче, там произошла небольшая авария. И медики едут помогать пилотам. Вот как они ездили. Смотри тоже, Маш. Суть сами не перевернули. Ну да. Ну это не тот ракурс, там ракурс получше. Ждём наш заказ. Так, наконец-то я дождалась еду. Правда, ничего не видно. Сейчас я секунду посычу. И Андрей уже сидит, ждёт свою. Кстати, хотела рассказать по какому поводу. Мы вообще решили сегодня выйти в люди, посидеть где-то. Андрей защитил депол. Ура, ура, ура. Вот мы и отмечаем такое событие. И Андрей дождался еду. Заказали кисадилю с курицей. Пуста. Пасту с лососем Андрей заказал. У меня том-ям. Ну и коктейли я показываю. Так, мы уже посидели. Сейчас будем вызывать такси домой. Ну и как вообще тебе понравилось там? Да, неплохо. Да, мне тоже понравилось. Единственное, что мне не очень понравилось, что мы сидели в таком месте, где очень тесно и очень маленький столик. А в принципе по кухне хорошо. Ну и в принципе атмосфера прикольная, хорошая. Вот, но вот единственное, что было очень тесно. Ну у нас такой столик. Ну да, нам попался такой столик. Типа для двоих там просто. Да, и конечно хотелось бы сидеть на комнате диванчики и более просторном месте. Но как есть. Всё, сейчас вызываем домой. Ой, вызываем такси и едем домой. Фух, мы уже приехали домой. Пока ехали, думали с Андреем, какие же мы всё-таки домоседы. И это, конечно, прикольно так периодически выходить, куда-то так отдыхать. Но всё-таки как-то дома что-ли покомфортнее. Вот. Не знаю, как раньше я ходила. Ну, практически каждый день вот так куда-то. Когда была в Пятигорске. Но сейчас, наверное, такого постоянно уже точно не хочется. А ещё я хотела похвастаться вам своим произведением искусства. Я приготовила торт из шоколада. Первый раз. Я вообще давно уже хотела приготовить его, но что-то ещё никак не получалось. Всё останавливалось на чтении рецепта и всё. Сейчас хочу разрезать и показать разрез. Хочу сейчас его разрезать и показать в разрезе. Такой плотненький. Как думаешь? Я думаю, что он, в принципе, ок. Нормально, наверное. Ну, пахнет нежели. Так, сейчас достанем его. Достанем? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас всё будет. Как его достать? Я не знаю. Подачу не продумали. Ну, немножко. А, всё, норм, норм, норм. Да-да-да-да. Ну, бисквит, конечно, больше. Ты хочешь попробовать? Ну, чуть попозже. Не на камеру. Потом вставишь. Мне кажется, что он будет приходить. Вот здесь вот сейчас вставляешь. Подравился нам или нет? А, что сказать? Вставляешь текстом. А, всё, а то я напишу, понравилось нам или нет. Ты уже написала. Написала, что мне? И снова я хочу вам показать, что я заказывала в Сенсей. И, наконец-то, мне пришла посылка. Их было даже две. Потому что сначала мы с Андреем заказали одну. Потом поняли, что не докупили много чего. А, покажу вам свои вещи, которые пришли мне. Мерный стаканчик, который я искала. Но я вообще думала, что он будет поменьше размера. Он прям такой большой. Стоил. А, тут, кстати, размеры написаны. Я это не видела, когда заказывала. Восемь золотых. Это вещи в Сенсей. Там достаточно большие сейчас скидки. Вот, поэтому если вам что-то нужно, то можно там что-то заказать. По качеству, конечно, я бы не сказала, что прям это супер какое-то качество. Но такое удовлетворительное, скажем так. Но за свою цену окей. Вот. А тапки, ну, это просто домашние. Они стоили 10 золотых. Дальше я взяла себе две сумки одинаковые, просто разных цветов. Хотя я практически всегда хожу только с черными сумками. Не знаю. Надо как-то разнообразить этот предмет гардероба. Ну, как разнообразить? Одинаковые. Вот. И одна сумка стоила сколько? Сейчас я вам найду ценник. Или не найду. Да, они вот с такой ручкой. Сепочка. В общем, ценник я не вижу. И, если честно, даже не помню, сколько они стоили. Также заказала носки. Кстати, потом вспомнила, ну, когда они уже пришли, что точно такой же комплект я заказывала в прошлый раз. Они стоили 9 золотых. За упаковку из 1, 2, 3, 4, 5 пар. Сланцы. С этим, с нупиком. И последнее. Обычные домашние штаны. Они стоили 26 золотых. Вот. Ну, такие достаточно легкие. Я хотела вам еще показать обзор покупок из магазина Ле Манго. Мы заказали с Андреем себе кроксы. И вот эти штучки, которые крепятся на кроксы. Но они еще не успели дойти. Если они придут до момента, когда я буду начинать монтировать это видео, то я это вставлю в видео. Наконец-таки мы дождались наш заказ Ле Манго. Кроксы мы заказывали одинаковые Андрею. Мерей. И мне. Вот нужно будет сейчас померить. Плюс к ним мы еще заказали эти... Как это они называются? Сейчас распакую. Кроксом мы заказали такие штучки. Как они называются? Которые цепляются на них. Вот это правый, это Андрея. Очки. Скутер, рюкзак. Фотик. И у меня вот такие. Девчачьи. Покажи, как они тебе. Дай себе, как они работают. Смотри, вот это поднимаешь, да? Это первый раз Кроксы. Они такие мягкие. Да, удобные? Да. Ну, я не знаю, маловато, но ничего. В принципе, надо. Я просто вот в этих хотел, покажи, наверное. Это наши первые Кроксы. Да, это наса. Ну, они такие плотные, жесткие. И там прям они хорошие. Но эти поудобнее. Они просто мягкие. Они вообще не чувствуешь в моменте. О, они реально такие мягкие? Ну, они теплые, ты говоришь. Так, приколы, они такие широкие еще? Да, мягкие. Ну, круто, круто. Все, теперь мы будем щеголять в Кроксах. Еще на них осталось приклеить эти пимпочки. И все, и будем носить. У нас здесь еще охлаждается арбуз. И, в общем, сейчас будем есть арбуз. Хотя еще вроде как не совсем сезон. Но, я думаю, уже можно брать. Все, всем спасибо, кто смотрел это видео. Поставьте лайк и напишите комментарий. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok